Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязалина, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. И сейчас хочу вам представить нашу новую шапочку, шапочку-трансформер. Трансформер она потому, что из такого достаточно традиционного вида шапки превращается в повязку на голову. Первое, что мы с вами делаем, конечно, снимаем мерки. Вязать будем на вот эту голову. Нам нужна, поскольку у нас шапка-повязка, в основном, конечно, это повязка, но поскольку она плюс к этому еще и шапка, мы должны связать шапку, которая будет соответствовать размерам нашей головы. Голова. Ну, 34. Так вот где-то от начала шапки до конца. Можно через уши, но вот этот конкретно манекен имеет очень плоскую голову, поэтому я снимаю от лба до затылка, даже не затылка, а вот основание головы. Можно снимать мерки от уха до уха, вот тоже, но через верхнюю точку головы. Итак, у меня 34. А, Г, 34. И объем головы. Объем головы 50. ОГ, 50. Так. Ширина изделия 50. Так, длина. Это будет длина изделия и ширина изделия. Сейчас будем рисовать схему и корректировать все эти значения. Итак, длина изделия 34. Это через всю голову. Но поскольку мы вяжем шапку стандартного варианта, таким вот квадратиком, то получается, что при сложении у нас получается полный объем головы. Поэтому делим на 2, равно 17. Высота шапки от основания до макушки 17. Ширина 50. Но поскольку повязка, либо шапка, должна сидеть плотненько, минус 2-3 см. Итого ширина 48 см. Давайте можно прикинуть, сколько это рядов и петель. У меня 2,5 петли. 4 ряда. И 2,5 петли. Это петельная проба. 48 умножить на 2,5. Это 120 петель. Размер шапки. И 17 см. это ряды. 17 умножить на 4. Это 68. Ну, 70 рядов. От начала до макушки. И теперь мы будем эти значения корректировать и рисовать схему нашего изделия. У нас, ну, давайте здесь нарисую еще. Получается, что шапка представляет собой двойную часть. Вот здесь у нас широкий рулик, который у нас имеет возможность распуститься. Но при основном методе ношения, в виде шапки, в виде повязки, он будет представлять из себя достаточно широкий рулик. Так, пристегнутый пуговками. И вот в таком вот виде и находится. Значит, от основания рулика до макушки у нас 17 см. Размер планки, если мы будем носить ее в качестве повязки, где-то 7 см. Больше будет уже много. 7 см. И дальше, оставшиеся 10 см, мы должны будем закрутить в тугой рулик и тоже пристегнуть к основному полотну, к этой повязке. То есть, получается, что я вяжу какую-то деталь, скручиваю его в рулик, и все, что остается, повязка. И все, что остается, мы тоже довязываем и будем скручивать два рулика. Так, какого размера это все должно быть? Ой, у меня голова рухнет, какая она громкая. Схема. Первое, что мы вяжем, это прямое полотно. Сколько сейчас буду распределять? Дальше мы вяжем оформление рулика. Оформление рулика у меня будет 3 см. Это как раз тот размер, сейчас вам даже покажу детальку. Видите, вот тот размер, в который этот рулик может прекрасно улечься. Вот, посмотрели, как раз, 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 и улегся рулик. Вот это вот и есть, даже не 3, я сейчас все померю. 3,5 см. 3,5 см. Это высота вот этой цветной вставочки, который будет представлять из себя рулик. И будет этот рулик лежать у нас на повязке. То, что под ним связана, вот эта часть, она является заполнителем рулика. Если я ничего не свяжу, рулик у меня будет представлять из себя вот такой вот непонятно что. Мне этот рулик внутри надо чем-то заполнить, чтобы он имел форму. Вот, методом проб вы можете точно так же определить, какого размера рулик вы хотите. Мне вот такого размера вполне достаточно. Здесь тоже 3 см глади. Здесь 3 см фанги. Красивый рулик. Дальше я вывязываю повязку. Повязка 7 см. На повязке я буду вывязывать сов, орнамент совы. После повязки у меня пойдет точно такая же отделка 3,5 см из 10. И дальше просто полосочками гладью 10-3,5 см. Это 6,5 см. Я буду провязывать полосы. Полосы, полосы, полосы цветные. После чего я сделаю отверстие для того, чтобы продевать шнурок, которым будем стягивать. И еще одну полосочку следующего цвета для того, чтобы он образовал у меня цветок, когда я буду надевать шапку. Итого, вот такая достаточно сложная конструкция. Это все в сантиметрах. Из них 120 петель мы уже посчитали. 120 петель идеальный размер, потому что каждая сова у меня занимает 10 петель. На самом деле можно больше, можно меньше, но поскольку есть разделение по 10 петель на каждой машине, по 10 иголок, это для нашего орнамента идеальный размер. Можно разнести через 10 этих сов, можно раздвинуть. Сузить уже не получится, а раздвинуть, посадить их пореже можно. Можно вообще не вывязывать сов, а обойтись какими-то другими отделками, фангами, полосками, как хотите. Можно на самом деле связать сначала столько же, и у вас будет шапка переповоротная. То есть если вы не будете вывязывать сов, у которых есть четко верх-вниз, а вывязывать какой-то нейтральный узор, вы можете связать другим цветом верхушку и сделать ее снизу, и у вас шапка будет иметь поворот. То есть вы можете носить так, вы можете носить так, вы можете ее вывернуть и еще два варианта. То есть шапка-трансформер со всех сторон, ее можно носить разными-разными вариантами, разными видами цветов в одном изделии. Завернули рулик здесь, у вас макушка эта. Завернули рулик здесь, у вас макушка другого цвета. Все на ваше усмотрение, только включайте фантазию и только втворите. Теперь я считаю ряды. 3, 3, 4, 12. 7, 4, 7, 4, 28. Ну, так, 28 рядов. И 6,5 умножить на 4, 26 рядов. Ну, здесь у 4. Так, 26 у нас на 4 недели. Поэтому будем вязать 28 тоже. Потому что мне нужно... Так, а почему 26? Я же... Да, по 4 рядочка. 4 ряда, 4 ряда, 4 ряда. По 4 ряда будем делать полоски. Значит, 28 рядов, чтобы делилось на 4. Делаем дырочки и 4 ряда последним цветом. Все. 3,5. Ну, здесь вот я посчитала, сколько раз я поменяю цвет. И столько раз провяжем фанги. Самые простые фанги, которые в голову пришли, честно говоря. Даже не выбирала, не подбирала, ничего не придумывала, никуда не заглядывала. Первая попавшаяся под руку линейка. Эта линейка... Есть вообще на всех машинках. Один к двум. Одна игла работает две. То есть, одна игла в переднем положении, две в рабочем. Одна в переднем, две в рабочем. Называется один к двум. У нее даже так и есть название. Один к двум есть на всех машинках. Поэтому ее и взяла. Так, ну что. Начинаем вязание любым способом. У нас закрытый край. И такой момент. Если вы хотите сделать поворотную шапку, начинайте тоже с нескольких рядов. Начинайте любым способом, который вам больше нравится. И делайте такие же отверстия под стяжку. Вы сможете стягивать и с этой стороны, и с той стороны шапку. Меняя ее верх и низ. Если вы здесь не сделаете отверстие под шнур, вы просто не сможете стянуть макушку. И вот это будет бессмысленная операция. Поэтому хотите разворачивать. Я не буду делать, поскольку у меня совы. Если вы делаете нейтральный узор, делайте поворотную шапку. Итак, я беру 120 петель. Плюс по одной на сшивание. И 122 петли. И провязываю 12 рядов первым цветом. Первый цвет у меня будет рыжий. Я, кстати, цвета еще не расписала. Цвет первый рыжий. Вот он. Дальше у меня идет фанги. Дальше у меня идет синий сова. Дальше опять фанги. И полоски синий, рыжий, голубой, белый и так далее. Синий, рыжий, голубой, белый. Вот в такой последовательности у меня вывязывается наша шапка. Еще такой момент. Делать мне нужно будет делать застежки. Застежки я буду делать вот здесь, по краю фангов. Перед тем, как начать вывязывать фанги, я вот так вот отмечаю себе здесь застежка. И здесь по окончании вязания фангов я тоже провязываю петли, которые у меня будут застегиваться на сове. Где делать отверстие под пуговицы? У меня отверстие под пуговицы будет в каждой середине. Поскольку это будет сова, в середине совы будут ножки. И ножками она будет держать пуговицу. Значит, в середине каждой 10 петель я буду делать отверстие под пуговицу. О чем речь, сейчас буду показывать и рассказывать подробнее. Просто рассказываю, говорю о том сразу, что прежде чем в момент, когда я буду делать планочку с застежками, с петлями под пуговицы, мне уже нужно знать, где эти пуговицы будут находиться. Это важно. Иначе сложно, бессмысленная будет вот эта планка. Поэтому я знаю, что у меня сова держит пуговицу, пуговицу маленькую. На 2 петельки вполне хватит нашей застежки. Итак, я беру 122 петли и провязываю 12 рядов первым рыжим цветом. Провязали. Это наполнитель роликом. И сейчас моя задача сделать застежку для петель. Застежку выполняю очень интересным способом, который выполняется прямо на полотне. Ввязываем ее в полотно. Поэтому мне всегда надо знать заранее, где у меня будет пуговка при таком способе. Мы уже определили, что это будет середина совы, то есть то место, где у меня сова будет держать пуговку. Но сначала я делаю полностью ввязанную застежку. Потом буду ее разделять. Итак, что такое моя застежка, которую я буду крепить по планочке? Это всего лишь набор косичкой. То есть я прямо по иглам делаю набор косичкой. Все. По всем, по всем, по всем иголкам. Рабочей ниткой. Крючок. Захватила крючок. Создала петлю. Создаю петлю под первой иглой. И начинаю аккуратно делать набор косичкой. На всех вообще иголках, без исключения. Перетянуть его сложно. Поскольку у нас иглы тут являются определяющими, как бы мерилом размера. Не перетяните и длиннее не сделайте. Потому что каждая вот эта петелька будет ввязана в полотно. Перетягивать не надо. Лучше посвободнее. Но идеально, конечно, чтобы все петли были одного размера. И таким образом надевайте, делайте набор по всему полотну, по всем иголкам. Последнюю петлю, которая у вас будет, наденьте просто на иглу. Последнюю. До конца. Не пропуская ни одной иглы. Это важно. Таким образом, кстати, можно делать очень интересные застежки. Вот эта застежка, она не деформируется. Не отваливается от полотна в итоге. И делается в разы легче, чем навесные петли, выполненные, например, крючком после того, как изделие готово. Крючком, иголкой по-разному выполняются эти навесные петли. Вот, собственно, сейчас мы с вами тоже делаем навесные петли. Только таким вот интересным, необычным способом. И до последней. Вот так же мы будем делать навесную петлю и верхнюю часть шапочки для того, чтобы крепить верхний рулик. Доходим до конца. И последнюю петлю надеваем на первую иглу. Первую или последнюю, как скажете. Вот она петля. Мы ее надели на иглу. Все у нас. Рабочая нитка. И теперь моя задача, собственно, выполнить сами петли. Потому что сейчас у нас выполнен набор. У меня сова имеет середину... Давайте сразу поставим в рабочее положение. Горки. Сова держит пуговицу по середине. Это... Раз, два, три, четыре, пятая и шестая игла. Раз, два, три, четыре. С одной стороны, четыре с другой. Вот на этих двух иголках у меня сова будет держать пуговку. Поэтому я на этих двух иголках выполняю навесную петлю. Я просто их скидываю. Только не с вязания, а вот с этого набора. И опускаю. Вот эти навесные петли. Это все равно, что воздушные петли выполнены крючком. Только мы эти воздушные петли выполняли по всему полотну. И опускаю их под иголки. Вот здесь вот середина полотна. Вот здесь у меня будет сова держать. Я эти две петли сбрасываю с иголок. У меня получается раздельное вязание. Вот оно. Вот здесь вот две петли. Я их опускаю. И таким образом у меня получаются воздушные петли, ввязанные в полотно везде, кроме тех мест, где мне нужна, собственно, петля. Освобождаю все петли и провязываю один ряд. То есть я ставлю, естественно, все иголки в рабочее положение. Где-то есть навесные петли, а где-то нет. Это не важно. Все, мой ряд вот таким образом закончен. И я провязываю один ряд вот этой же рыжей ниточкой на всех-всех иголках. Вот, поставила в работу. Так, у меня, не пустите, что после того, как мы сделали набор петель, то есть воздушные петли пронабрали, у меня каретка оказалась с другой стороны. Переводите ее на сторону нитки. И один ряд. Мы сейчас с вами закончили вязание первого яруса. Переходим к фанкам. 3,5 см будем выполнять саму закрутку, сам вот этот красивый рулик. Проблема в данном случае в том, что рулик нам нужен по лицевой стороне. Вот так вот он. Раз, раз, раз. И лицом. К лицу он выходит на лицевую часть нашего полотна. Вот. Но для того, чтобы он лицом оказался к полотну, видите, мне нужно развернуть его изнанкой. То есть сейчас я вот это все снимаю на вспомогательную нить, разворачиваю и навешиваю обратно, чтобы на меня смотрели не изнаночные петли, а лицевые. То есть моя задача развернуть полотно. Можно это делать, можно не делать, но тогда у вас рулик будет вот такой. Он у вас будет не такими фангами, а изнаночными. Тоже очень даже ничего смотрится, но моя задача провязать лицом. Поэтому я сейчас снимаю на катушечную нитку. Обычная катушка. Можно на кордовую, у кого какая нить. Если нет кордовы, берите обычную лапсановую нитку из галантерейки и снимайте на нее. Лапса, который не рвется вот так вот руками, прекрасно провяжется любой машинкой. Не важно, какая у вас машина, если не дергать эту нитку, машина ее провязывает, у вас получаются прекрасные открытые петли. Вот нитки со всех сторон, вот они торчат. Рыжую нитку я никуда не деваю, потому что сейчас я буду вывязывать фанги, и она тоже мне пригодится. Пускай висит на полотне, не буду ее трогать. Я снимаю на любую бросовую ниточку мое вязание. Придерживаю хвостики, несколько льдов. Количество петель не меняется. У меня просто идет разворот вязания лицом к себе. Начинаю с того места, где у меня рабочая нить, чтобы эта нитка не вытянулась и никуда не делась. Шильцы или декер, у кого что есть, лицом к себе разворачиваете. И благодаря катушечной нитке мы прекрасно видим все петли. Можно так, можно наоборот. Загибая бросовую к себе, эти петли торчат с другой стороны. Тоже хороший вариант. Выбираете тот вариант, который вам нравится, и надеваете обратно наше полотно. Как видите, катушечная нитка хорошо помогает, потому что она отлично разделяет петли. Если их не разделять, гораздо сложнее получается надевать, потому что мне приходится воевать с целой петлей. А так она как будто бы пустая, сама по себе. И ее очень легко надевать на иголки. При этом даже не надо распускать бросовую нитку. Ее как будто бы тут и нет. Надеваем до конца наше полотно. Занимает это время и не так много. Если пользоваться ниткой, то совсем-совсем-совсем быстро это все происходит. Все, пересадили. То есть мы перевернули вязание. Видите, оно у меня лицом смотрит на меня. И вывязываем фанговый узор. Нитка. Поскольку мы перевернули вязание, если я хочу, чтобы рабочая нить находилась с этой же стороны, каретку тоже переводим к нитке. И провязываю по два ряда. Каждый цвет. Вот у меня синий, потом пойдет белый, голубой, рыжий. Синий, белый, голубой, рыжий. Синий, белый, голубой, рыжий. Узор представляет собой, как я уже говорила, две иглы в работе, третья в переднем нерабочем положении. Линейкой один к двум я просто выдвигаю все иглы по этому рисунку. Еще раз, такая линейка есть в комплекте к абсолютно любой машинке. Поэтому я ее и взяла. Итак, две иглы у меня работают, одна не работает. У кого машина с нитеводом, включайте рычаги частичного вязания, иначе у вас рисунка не получится. И еще такой момент. Два ряда с накидами вяжут абсолютно все машинки. Четыре ряда. Но у некоторых уже возникает проблема. Два провяжут все. Итак, выдвигаю любую, первую, вторую, третью, какая вам захочется. В данном случае это тоже... Ой-ой-ой, нет. Петля слетела, видите, надевала, надевала и скинула. При переодевании ничего страшного, я ее поправляю. И все, главное вовремя увидеть, чтобы потом не поднимать. Итак, еще раз проверяю язычки, проверяю правильную расстановку игл и провязываю два ряда синим цветом применением линейки один другому. Раз-два. Проверю, что все провязано. Отлично. Ставлю в рабочее положение все иголки. Кому надо, проверяйте язычки, кому не надо, не проверяйте. Не надо, это тем, у кого машинка с ручной прокладкой. И ставлю в рабочее положение следующую иглу. У меня была вторая. На ней много накидов, на ней много чего есть, поэтому эту иглу я не перепутаю. Я беру следующую, рукой ее выдвигаю вперед и дальше линейкой, не задумываясь уже, ставлю переднее положение, по узору все иглы этой же линейкой. Следующий цвет у меня белый. Беру белую нитку, провязываю два ряда. Провязываю узелок. Кстати, смена цвета происходит достаточно часто. Смотрите, сколько у вас будет цветов, будете вы отрывать нить или не будете. Это еще зависит от того, как вы будете носить, выворачивая, в какую сторону у нас выборок будет этого полотна. Потому что, помните, когда в рулике у нас, то у нас идет наверх изнаночная часть, и поэтому шов может быть виден. будете отрывать нитку либо делать протяжки. Смотрите, как вам удобно. Следующая игла и прям по этой игле ориентируясь на ней выдвигаем следующие иголки. У меня цвет голубой. Синий, белый, голубой, рыжий. Синий, белый, голубой, рыжий. Вот так, сдвигаясь на одну иглу, вяжется вот конкретно этот узор. Будете вы его вязать или будете вязать какой-то другой, смотрите, как вам захочется. Уголки в рабочем положении. Надо проверять язычки, не надо, не проверяйте. Машина с нитеводом сама проверяет и не даст вам провязать, то есть сбросить петлю. Следующая игла и у меня рыжий цвет. Рыжий у меня прямо здесь находится, я могу им и воспользоваться. раз, два. И следующий синий. Вот таким образом я вяжу нужное количество рядов. Как я уже сказала, у меня провязка уже сделана, у меня три раза повторяется синий. На четвертом, четвертый раз мы заканчиваем рыжий и синим не начинаем уже, то есть три полных вот таких вот раз, два, три. Три раза повторяем то, что я только что сделала, то есть трижды, четыре, двенадцать раз мы меняем цвет и останавливаемся. Закончили вывязывать фанговый узор, вставлю все иглы в работу и один ряд синий, поскольку у меня сова синяя, я делаю синий ряд на всех-всех иголках. соединительный ряд сбиваю обкруто и выравниваю узор. И теперь повторяю операцию с разворотом. Беру катушку, только поскольку у меня синий, теперь беру контрастную к синему, тоже вот такую же нервущуюся и провязываю один ряд катушкой уже белой, чтобы была контрастность. на эту же вспомогательную я и буду пользоваться. Снимаю эти петли и переворачиваю вязание так, как оно и было. Раз, три рядочка достаточно будет. вот что у нас получилось. Вот наши застежки с петлями. Разворачиваю обратно. Получается, что я ориентируюсь уже на нижний край, а верхний надеваю на иголки на себя вспомогательную. Катушка отлично разделяет, если она еще и очень сильно контрастна, вот как сейчас темно-синий и белый. Отлично все видно, ничего не перетягивается, все на своих местах. переодеваю и сейчас буду вывязывать сов. Надевайте все полотно. не забывайте надетые иглы ставить вперед, чтобы то, что мы с вами только что надели петельки, не слетели и нам не пришлось выполнить работу еще раз до конца. перевесили и видите, что у нас в итоге получается. Изнанка вот эта вот планочка, косичка с отверстиями, где у нас как раз находятся ноги у совы и перевернутая верх ногами отделка фангами для того, чтобы закрутить красивый ролик. Вот это вот все вместе отлично закрутится в итоге. И сейчас мы с вами начинаем вывязывание сов. Сов у нас будет много, как я уже сказала, каждая сова у нас имеет рапорт 10 петель и для того, чтобы начать вязать сову, мне нужно сделать для нее подложку, что ли, то есть я провязываю 5 рядов. Это нужно для того, чтобы пришить пуговицу, чтобы было где пришить пуговицу и куда закрутить рулика, чтобы у нас рулики не заезжали на саму сову. Это будет некрасиво, чтобы не прикрывали узор. Поэтому я провязываю 5 рядов. Все пытается задраться. 4, 5. И беру 2 декера. декера 1 игольных. Сейчас я буду формировать ноги у совы. Итак, сова, 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 каждая сова 10 иголок. Из них 2 иголки это перемычка между совами. Собственно, сама сова занимает 8 игол. Почему 8? Меньше можно, но она будет совсем крошечной. Больше нельзя, потому что нам с вами не перетянуть такое количество петель. Сова представляет из себя косу перевития. Причем перевивать мы ее будем с декерами 2 на 2. То есть перевитие 2 на 2, перевитие 2 на 2. И средние петли расходятся так далеко, что больше не взять. Если взять косу 3 на 3, мы просто не затянем этих сов. Поэтому наша сова для такого вязания является оптимальной и максимальной. Вот назовем ее так. А сейчас мы с вами делаем для нее ножки. Вот наша сова. Я выдвигаю вперед каждую все эти иглы перемычек, чтобы не запутаться. Сова у меня находится как раз в середине. И начинаем формирование. срединка. И моя задача сделать ножки. Ножки я буду делать посередине. Вот средние иголки. И я беру две ноги и перевиваю. Причем смотрите, на протяжении всей совы, вот всю сову буду делать одинаково, есть середина, вот она. И беру относительно середины левую и правую, принцип один и тот же. Сначала та петля, которая у нас идет к краю совы, потом та сова, которая идет внутрь. Ножки первой совы готовы. Вот середина второй совы. Беру две средние петли. Сначала та, которая идет к краю конкретной совы, потом та петля, которая идет к середине совы. Вторая нога. Та петля, которая идет сначала к краю совы, потом к центру совы. По такому же принципу я буду перевивать все остальные петли. Сначала к краю конкретной совы, потом к центру. Следующие две иголки. Начало к краю, потом к центру. Сова это всего лишь перевитие или косы, но выполненные навстречу друг другу. Таким образом перевиваю ножки каждой совы и провязываю два ряда. Перевили два ряда и встали. Провязали ноги, начинаем вязание тела. Как я уже сказала, 2х2, 2х2. То же самое. Вот наши центральные иголки, разделители. И наша задача разделать пересадку 2х2 двухугольными декерами. Точно так же. Сначала к краю, потом в центр. Раз. и здесь. Сначала к краю, потом в центр. Может быть очень тяжело. Если тяжело, видите, мне даже иглы гнутся. Есть такой вариант распустить петли. Если можно, петли не распускайте. Если не получается, сейчас покажу, что за петли. Очень осторожно, потому что натяжение сильное. видите, мне здесь уже не натянуть. Уже сложно. Нет, я, конечно, натянула, но видите, у меня перекосило все иголки. Машинки более нежные, совсем тяжело переносят эту операцию, поэтому можно вот эти две петли в серединке просто отпустить. если не перетянуть, потому что мы все равно будем обе эти петли распускать и поднимать лицевыми. То есть берем берем и если не натянуть вот видите, у меня получается очень далеко, очень далеко. Это максимальная коса, максимальная сова. Больше при таком вязании нам сову не осилить. Слишком их много, слишком они частые, да и 3х3 это слишком одноразовая скажем так коса при распускании соседних петель. То есть мы вот эти две петли просто снимаем с игл и они распускаясь дают нам возможность вытянуть вязание. Вот таким образом мы создаем первый ряд совы и провязываем ее тело. Переводите все переносите все петли и провязываем 10 рядов. Но это конкретно моя сова 10 рядов ваша может быть чуть больше или чуть меньше. Вот с этим первым рядом очень осторожно потому что он такой натянутый чтобы не порвать нить. И как вариант еще могу посоветовать когда вы будете провязывать 10 ряд поскольку у нас будет такая же операция сделайте более рыхлую плотность вплоть до того что на пару единиц. У нас здесь все петли натянуты поэтому провязываем 9 рядов рабочей плотности и 10 на плотности на 2 3 деления рыхлее тогда нам будет легче перетягивать эти петли на качестве совы это никак не скажется зато мы будем с таким трудом ее перетягивать и так переносите петли и 9 рядов на рабочей плотности 10 ряд на рыхлой вот то что у нас получилось отпущены петли самое главное далеко не отпускать нам надо будет их поднимать делаем еще раз сейчас мы сделали основание совы теперь мы делаем начало головы точно так же перевиваем делаем один в один эту же операцию проделали после этого 6 рядов мы вяжем голову ноги шею и окончание головы макушка то есть мы вот это перевитие должны выполнить три раза основание шея и голова туловище у нас 10 рядов голова 5-6 рядов поменьше то есть совиная голова меньше чем туловище поэтому сейчас мы делаем такую же точную операцию не забыли провязать порыхлее последний ряд пересаживаем 6 рядов пересаживаем и 2 ряда провязали будем делать сове брови поэтому сейчас моя задача провязать еще 2 раза вот эту операцию проделать вот такое перевитие 1 в 1 те же самые иглы 2 на 2 2 и 2 2 и 2 то есть мы вот так 12 сов выполняем с вами провязали видите у нас ноги туловище голова и после головы 2 ряда как я вам говорила сейчас мы будем делать брови брови мы будем выполнять точно так же как ноги только если мы ноги брали из середины то брови берем с края и все то же самое от центра к краю первая от края к центру вторая и вторая вторая пара петель брови как ноги выполняют очень легко это переплетение 1 на 1 вот следующая сова берем две крайние петли от центра к краю от края к центру и вторая часть вторые боковые петли от центра к краю от края к центру это брови так самое главное не путаться где у нас идет каждая сова вот они совы 8 петель две крайние петли от центра к краю от края к центру вот таким вот образом мы с вами завершаем вязание сов и провязываем еще два ряда потому что после того как мы провяжем эти два ряда мы с вами сейчас будем поднимать петли их тут много много между каждыми между совами по две петли у нас здесь мы даже отпускали эти петли видите вот убежавшие дорожки и моя задача будет их распустить и поднять лицевыми разделить сов между собой дорожками петель так здесь я пересадила и вот здесь до конца и провязать два ряда провязали сов мы закончили наша задача поднять петли у нас их две если у вас есть двойной петли уловитель значит вы делаете его в два раза быстрее у меня он к сожалению сломался у него гнется игла но я вам попробую показать его работу если у вас нет двойного берете одинарный вот разделители отпускаем петлю которую будем поднимать и не забудьте как только мы отпустили петлю мы сразу ставим в переднее положение иголки вокруг этой петли потому что иначе у нас и соседние петли просто слетят дальше петлу ловителем распускаем ряд до либо отпущены уже петли ее можно было конечно зафиксировать ниточкой но у нас 4 петли вот как было так и осталось внизу меня это устраивает подцепила петельку и поднимаю ее лицевой по изнаночной стороне у меня получается разделитель между совами будет дорожка изнаночных петель состоящая из двух вот этих петель и до конца поднимаете эту дорожку вторую петлю отпускаете до этого же уровня и таким вот образом поднимаете все петли вокруг каждой совы включая краевые обязательно потому что с краю у нас тоже крайняя петля у нас на сшивание вторая игла это как раз вот эта дорожка и пойдет то есть мы должны отпустить и поднять петли вокруг каждой совы до этого же уровня смотрим раз два три четыре все правильно как вариант можно было либо эти петли отметить ниточкой каждую причем либо провязать дополнительную нитку потом я в принципе не люблю провязывать дополнительную нитку потому что ее потом тяжело вытаскивать а вот отмечать каждую петлю вполне можно было навесить на них ниточки и все и вы бы тогда не потерялись точно знали бы до какого уровня нам эти петли нужно распускать это вариант такой вот первый ряд можно даже подправить их подняли все петли сов и теперь повторяем эту же операцию провяжу после того как подняла все петли совы закончились подняли дорожки 4 ряда на всех иголках и и и он и и и и и и мне обязательно нужны после сов какое-то количество провязанных рядов для того чтобы можно было разместить пуговицу и петлю и так смотрите здесь видите вот лапы и сов где у меня будет пуговка крепится на макушке у совы я не хочу крепить пуговицу пуговицы с верхней части я буду делать ну можно и симметрично смотрите опять же можно симметрично пуговицы располагать а можно по разносить шахматном порядке сделать внизу где лапки а наверху между совами тоже можно опять же это надо определить заранее потому что мы сверху будем делать точно такой же ролик точно такую же скрытую застежку цель навязанную для того чтобы застегивать пуговицы и так провязали и теперь выполняем ту же самую операцию что здесь то есть я беру снимаю на вспомогательную нитку наше полотно и провязываю вот такое же количество фангов вот один в один с переворотом после того как провяжу то же самое опять снимаем вспомогательную нитку и разворачиваю вязание то есть по изнаночной стороне полотна у меня должны идти две вставки лицевых фангов и дальше мы с вами будем продолжать макушку с нам останется после того как провяжем панги только макушкой так сейчас снимаем вспомогательную нитку переворачиваю полотно провязываю три с половиной сантиметра фангов точно так же как это уже было сделано снимаю пятик на вспомогательную нитку переворачиваю полотно и останавливать будем вязать макушку так что у нас получается внизу подгиб которую завернувшись фанги наверху мы с вами вывезли фанги которые перевернули лицом к себе теперь видите совы изнанкой основа рулика наполнитель рулика изнанкой и сейчас мы тоже будем вывязывать верхнюю часть нашей шапки повязки уже изнанкой изнанкой к себе рыжий ряд провязали абсолютно по аналогии с нижней частью вот здесь у нас косичка косичка тире петельки то же самое мы делаем по верху то есть мы провязали рыжими нитками соединительный ряд благодаря которому и перевернули полотно берем тоже рыжую ниточку и делаем вот такую же косичку только определяем где именно у нас будут с вами петли определяться где у нас будут петли мы можем и попозже потом сейчас мы делаем косичку по всем иглам без разбора после чего определяемся в каком месте мы снимаем косу с игл если здесь у нас было основание совы то есть сама у нас вот здесь вот вот петля и она соответствует лапкам то есть мы пуговицы пришьем под лапки совы и она будет держать пуговку то с верхней части и смотрите пуговки можно не на голову совы пришивать а между словами то есть пускай она идет в шахматном порядке на самом деле как понимаете это вообще не важно с какой стороны вы пришлете пуговицу главное посередине совы или между я буду пришивать между соответственно и петля у меня будет идти между по краям может быть засада в этом слайде потому что по краям у нас петлю не сделать но можно ее чуть-чуть сместить тоже ничего страшного не будет здесь я выполню косичку на одну петлю я ее прикреплю дальше две иглы отпущу не будет петелька не на вот этих двух иглах а на вот этих двух иглах она сместиться на одну петлю для петли и для пуговицы вообще не важно там что здесь у меня будет шов если сошел и пуговка у меня будет как раз нашли и петля соответственно зайдет и будет застегиваться на вот это вот этой части так все берем нитку и начинаем надевать петли но к сожалению мне пришлось отрезать нить тут свои особенности были мне надо было снять с машинки полотно срочно поэтому беру и делаю петли можно привязать петлю к нитке и потом убрать узелок его внутрь а можно начать сначала и и у нас добавится еще одна ниточка вот как ко всем вот этим бахранистым частям потом мы будем убирать шов аккуратненько и и все спокойно неудобно с этой стороны но спокойно на всех-всех-всех иголках делаю набор после чего определяю где именно у меня будут пуговицы и спускаю эти петли с иголок у меня пуговицы маленькие двух иголок вполне хватает до конца набираем пускаю петли и довязываю макушку полосками вот сколько мне нужно было полосы 20 рядов вот так вот 20 рядов по 2 по 2 ряда цветом по четыре ряда цветом как хотите почаще по порыхлее поярче как угодно просто полосами вывязываем 20 рядов серебряная платина отпускаем две петли главное не чтобы не слетела основное вязание серебряная платина отпускают две петли и опускаю их ниже под иголки каждую серебряную платину потому что они со этой серебряной плате на соответствует разделить или между словами все очень просто отпустила 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 так вот что касается крайней этой петли отпускаю не две последние вокруг серебряной плате на две предпоследние предпредпоследние вот таким вот образом а это у меня остается зацеплено за петлю все сделаем и дальше моя задача вывязать самую простую прямую полотну верхушку до самой макушке макушку мы тоже красиво оформим но до нее еще нужно вязать так все время пропадает поднимать язычков все подняли и смотрим цвета могут соответствовать тем фангам которые мы вязали то есть у меня есть синий, белый, голубой, рыжий синий, белый, голубой, рыжий ну пускай оно так и идет синий, белый, голубой, рыжий после рыжего идет синий значит вяжем синим цветом две полоски я сделаю пеструю по два ряда у меня будет достаточно такая пестренькая шапочка и провязываю два ряда раз тянули все петли два узелки связать так после синего идет как рыжий синий, рыжий голубой, белый, синий синий белый, голубой рыжий, синий белый, голубой вот так белый два ряда голубой два ряда и повторяем нужное количество раз провязали нужное количество и теперь моя задача сделать отверстие для шнура через которое мы проделим шнур и будем затягивать макушку отверстие особенность вот этих макушек такой вот огромной стяжки мы же не делаем никаких убавок в том что если мы будем делать частую стяжку у нас будет огромный мешок поэтому для того чтобы как можно лучше соединить макушку делаем стяжку через 4 петли например вот края немножко будут расходиться больше но за счет того что их будет много по краям в середине гораздо меньшее количество стяжки будет если же каждый там через одну петлю например убрать сделать много-много дырочек такое количество полотна нам просто не стянуть будет оно таким мешком и сядет мы будем делать цветок поэтому убираю каждую ну вот например четвертую петлю или каждую пятую петлю два три четыре пять вот каждую пятую петлю четыре петли у меня на иголках пятая в заднем положении четыре на иголках пятая в заднем положении по всему полотну раз-два-три-четыре пятое в заднем положении и после этого ставлю все иглы в рабочее положение провязываю несколько рядов другим цветом я буду вязать рыжим для того чтобы у меня был рыжий цветок сверху эффект такой неожиданный получается после такой отделки после стяжки наверху еще полотно и дающий нам такой рыжий цветочек поэтому сейчас убираем все иголки так раз два три четыре пятая сюда пятая сюда раз два три четыре пятая на иглу и ставлю все в рабочее положение провязываю три-четыре рядочка рыжий для того чтобы именно рыжий цветочек был не в руку отверстие для шнура несколько рядов яркого цвета для цветочка который у нас будет на макушке и просто закрываем косичкой просто любым способом закрываете эти петли ну кроме как стяжка на нитку вот стягивать на нитку не надо точно я закрываю косичкой можно закрывать пересадкой пересаживаю петлю на соседнюю петлю и провязываю любым способом закрываете верхушку и на этом наше вязание закончено будем с вами оформлять уже связанное полотно вот наши совы так вот это все получилось пришиваем пуговицы пуговицы берем пришиваем в тех местах где мы с вами запланировали заранее при вывязывании петель вот у нас петли помните наверху мы делали петли напротив изнаночных петель а внизу мы делали петли напротив основания совы чтобы сова как бы держала эту пуговицу в лапках вот у нее лапки и вот сюда пришиваем пуговки по низу так по верху так получается шахматный порядок и после того как мы пришили пуговки пришиваем глаза у меня много бусинок маленькие бусинки либо большой бисер называйте это как хотите синего цвета для у меня сова синие глаза у вас она будет какого то другого цвета можно сделать даже просто узелочками глазки беру нитку подходящую более-менее по цвету вот она темная и начинаю пришивать узелок так чтобы нитка была минимально отрезана и внешней стороны оставляем узел который у нас уходит под бусину буквально два-три стежка и бусина вшита поскольку нагрузки данная конструкция не несет никакой сильно ее пришивать и не обязательно самое главное чтобы эта бусина встала в нужном нам положении либо вертикально либо горизонтально как вы ее уложите и эту же ниточку можно перевести между стежками вот видите не через верхнюю часть не через нижнюю а между нитками полотна к глазику вот у нас второй глаз к нему мы переводим нитку не затягивая и пришиваем глаз и он точно так же у нас встает на свое место буквально два-три стежка завязали нитку и отрезали под самый корень учитывая что катушка не является скользкой ниткой и вот эти глазки не несут никакой нагрузки бусина при таком пришиве никогда не свалится ее не видно ни с изнаночной стороны никаких следов ни с лицевой даже белые пуговицы которые мы пришивали они тоже с изнанки не видны сейчас вам покажу как я ее пришивала так следующие пуговки ну здесь мало нитки смотрите чтобы нитка была достаточной длины и чтобы не было узелка если вы этот узелок перенесете на изнанку он будет торчать с изнанки под пуговицы лучше оставлять узелки с лицевой стороны чтобы пуговица прикрывала этот узел тогда с изнанки его тоже не будет видно и будет очень аккуратно все это смотреться а так прям под бусину мы укладываем наш маленький незаметный узелок и бусиной же его и прикрываем я пришиваю так все пуговицы оставляя на рубашках на остальном на любых изделиях оставляя узел под пуговицы и с изнанки у меня всегда получаются очень ровные аккуратные стежки если же еще раз говорю пуговицу узелок переносить на изнанку он там будет виден будет торчать особенно это нехорошо для рубашек которые расстегиваются если вы расстегиваете рубашку а у вас там узел на пуговице это не очень красиво при таком варианте все очень аккуратно и ровно завязали и у нас много-много глазастых сов получилось остается третья сова последняя у которой еще не пришиты глазки и все остальные пришиты сейчас пришлем пуговицу оставшуюся и будем делать клювики ничего сложного в этом конечно нет все мы умеем шить уж пуговицы я думаю что пришивали все все на свете это последняя бусинка последний глазик вот все совы с глазами интереснее они смотрятся конечно с блестящими глазками с пуговками или с бусинками чем просто с узелками можно было взять черный узелок и использовать вместо глазика в таком виде мне кажется совы смотрятся гораздо более интересно белая пуговичка вот она у меня оставшиеся все остальные пришиты пришиваю с лицевой стороны то есть узел вставляю с лица подхватываю только две верхние петельки не продеваю иголку насквозь чтобы белые стежки не были видны с изнаночной стороны может быть это и не важно но у меня такая привычка пришивать пуговицы так на вязание чтобы они не торчали с изнанки если только это не нить того же цвета что и вязание и дальше продевая в отверстие пуговицы иглу берем только самый кончик ниточек за стежок с изнанки у нас иголка не проходит при таком варианте видите сколько у меня белых пуговиц пришиты белыми нитками с изнанки не видно ничего ни бусин ни пуговиц еще раз может быть это и не важно может быть и не пригодится но так просто смотрится аккуратнее и учитывая что эти пуговицы несут нагрузку я тоже не буду завязывать узел с изнаночной стороны пришила крепко видите крепко придержится узел завяжу с лицевой же стороны очень просто обматываю петлей пуговицу и затягиваю ее с лица еще один узелок обматываю ниткой пуговицу и затягиваю узелок ну можно и третий раз так сделать чтобы уж точно затянуло не развяжется и не отвалится и где-нибудь подкрыть отрезаю с изнанки ничего не видно все пуговицы пришиты и держится очень хорошо сейчас мы с вами сделаем совам носы они и без носов смотрятся без носиков хорошо но с носиком сова превращается в реальную сову беру иголку и продеваю изнутри в основание где у меня кончик носа нитку хвост остается там мы их сейчас завяжем и дальше продела с одной стороны с другой стороны и туда же где где начинали то есть мы такую конструкцию с вами сделали завязали петлю и вниз опустили нос вот это вариант иголкой можно делать иголки с крючком с одной стороны снизу вверх вот и сверху вниз с другой стороны это мы обошли петлю для того чтобы у нас сверху получился видите такая петля и ее затягиваем у нас получается носик теперь отрезаем лишнее и крючком обе части вводим внутрь подтянули поэтому надо расправить нос расправляем получается очень симпатичный носик можно сделать целиком крючком это у меня как раз остался нитка на крючок на целый нос захватываем с одной стороны захватываем петлю с другой стороны расправили и в основании носа кончик клювика вытащили зацепила нитку получается вот такой нос таким вот образом мы с вами выполняем носы у каждой совы и нам останется только так ну мне это нос не очень нравится потому что видите зацепила за нитку и он у меня не туда полез поэтому сделаю его заново берем третий способ еще можно делать нос просто крючком без иголки зацепили нос с одной стороны зацепили с другой стороны эту же ниточку вот самое главное не перетянуть иначе нос будет стянутый и в основании клюва забираем обе нитки придерживая нос все вот такой нос у нас получается теперь наша задача эти все ниточки завязать самое главное их не перетягивать ну нос у нас поскольку полностью оказывается с изнанки мы можем просто пройдя по дну из ниток через петлю близлежащую просто завязать главное не затягивать завязали смотрю что нос не перетянут и можно его убрать там буквально в две петли соседние опять же старайтесь не вытягивать сильно петли смотрим что ничего не перетянута аккуратно отрезали такая вот рисочка остается вот ну она в принципе не сильно портит наше вязание и вот такой вот очаровательный нос у совы сова в общем то готова если есть желание ей можно сделать когти вот она у нас держит лапами пуговку если хотите можете сделать ей когти можно было сделать кисточки но она и так у нас достаточно такими мощными бровями получилось активными можно лапы можно кисточки можно крылышки подрисовать какие-нибудь риски тут сделать если есть желание то этих слов можно оформить еще более реалистично но мне кажется в таком виде они очень достаточны по крайней мере для шапки такой вид уже очень даже хорош и так не осталось доделать клювики два три четыре пяти совом и можно будет нашу шапочку уже сшивать так сейчас мы с вами сошьем нашу повязку на машинке но будем сшивать не традиционным способом как обычно надели зашили а сшивать будем хитро пользоваться будем двумя нитками рыжей и синей в основном потому что у нас цвета такие и надеваем на две такие иголки у меня две петли на две иглы нашу повязку лицом к себе положили и на одну иглу с одной стороны навесили на вторую иглу с другой стороны навесили почему лицом к себе потому что когда мы будем двигаться у нас полотно будет опускаться и лицо пойдет с той стороны это такой момент но на самом деле если вы перепутаете что-то начнете вязать и увидите почему такая вот неприятность получается у вас лицо по изнанке наоборот лицом к себе изначально ставите полотно и и два ряда раз два дальше следующая петля с одной стороны следующая петля межигольная протяжка межигольная протяжка с другой стороны два ряда межигольная протяжка с этой стороны межигольная протяжка с этой стороны межигольная протяжка межжезелковая простите конечно два ряда и периодически смотрите что у вас полотна не перекашиваются протяжка. Вот она. Здесь уже завязана. Здесь узелок, протяжка. Они разносятся достаточно далеко, и можно перепутать и взять уже сшитую часть. Поэтому нашли с одной стороны, с другой проверили, что у вас полотна не расходятся. Раз, два. Видите, у нас полотно уходит туда, и изнанка, вот она. А с той стороны, где лицевая часть, там лицо, собственно, и идет. Многие знают этот способ, как сшивание косой, красивой, но здесь мы никакую косу не вывязываем. Здесь мы делаем все гораздо, гораздо проще. Просто сшиваем два полотна. Вот она. И смотрю, ровно, ровно. Заканчиваю вязать лицевую часть. Так, раз, два. Сейчас мне надо будет делать переворот. Последняя протяжка рыжая с этой стороны, последняя протяжка рыжая с этой стороны. Это закончилось у меня лицо с этой стороны. Раз, два. И смотрите, теперь вот лица, изнаночные петли, да, вот такой трубчик они создают, но, в общем-то, это не страшно. А с этой стороны у меня идет абсолютно ровное полотно. И мне вот это бы ровное полотно перенести сюда, но здесь у меня начинается изнанка. Поэтому сейчас что я могу сделать? Я могу перевернуть полотно. Я его очень осторожненько переворачиваю. Две иголки можно даже беспомогательно безбросовой перенести. Перевожу каретку. Опять у меня изнанка с этой стороны лицо стоит. И я начинаю соединять уже эти полотна. Причем могу менять цвета. У меня полоса пойдет рыжая. Если я не хочу иметь рыжую полосу, то меняйте цвета. Каждый ряд провязывайте своим цветом. Тоже вариант. Потом сошьете эти узелки. И все. Вот у вас даже ниточки есть. Смотрите. Вы можете брать этими же нитками и провязывать. Раз. Два. Очень удобно. Если нитки не отрезали, ими же и провязываем наши петли. И у вас получается такой очень интересный эффект. Эффект как будто бы у вас синяя. Я сшиваю мои полотна огрызками ниток. Очень интересный эффект. даже не нужна никакая рабочая медь. Так, я смотрю периодически, что я не перекосила с разносом петель. Так, у меня остается одинаковое количество петель. И практически мы закончили. Сейчас заканчиваю эту часть. Переворачиваю вязание и сшиваю синюю в сторону. Очень простой способ. Но такой достаточно эффектный. Как, впрочем, и сама эта повязка. Практически вся состоит из таких необычных фрагментов. Раз. Два. Последний фрагмент. Он у нас рыжий. Рыжий им и провязан. После этого я переворачиваю вязание и беру синюю деталь. Рыжий. Раз. Два. Я могу спокойно... Ой-ой. Так, так, так. Вот. Смотрите, что у нас, кстати, получается. Да вообще ничего не видно. Сейчас уберем эти нитки и все. Так. петли, петли. Хотела вам показать, получилось, что я сейчас все распущу. Раз. Два. Идеально сшито. Ничего не видно. Петли подтянуть. Беру синюю нить. Рыжая у меня не нужна. Синяя. Потому что пойдет синее полотно. И продолжаю надевать. Так вот тут нитку подтягиваем. И надеваем теперь синие протяжки. И сшиваем синее полотно. Синим цветом. К рыжей отрезали. Синий цвет. Надели две протяжки и сшиваем. Раз. Главное не затянуть первые петли, поэтому смотрите, чтобы шапка не улетела у вас с этих двух петель. И смотрите еще такой момент. Она настолько маленькая, настолько вот эти две петельки аккуратненькие, что можно не навешивать никакие оттяжки. Без грузиков работать. на машинах нитевой грузы не нужны на такую операцию. раз. И периодически сверяйте, что у вас одинаковая длина остается. Ничего не перекосило никуда. раз. Два. и так далее. До конца всю нашу шапку. Когда переходим к следующему цветной вставке, соответственно, тоже разворачиваем полотно. И вот здесь вот. И потом по изнанке тоже можно менять цвет, если у вас такие огрызки остаются, вот этими же огрызками и зашиваете. Очень удобно. И огрызки, хвостики у нас в пределе, и аккуратный шов. Совершенно незаметный. Все. Шапка у нас сейчас уже через минут 10 будет сшита. И нам останется ее только застегнуть, надеть и показать вам, что в итоге получается. Довязывайте, переворачивайте и смотрите, что у нас получается. В этой шапочке повязки обратите на такой нюанс внимания. У нас между совами идут изнаночные полоски, поэтому шапку переворачивать мы не будем. Я ее могу перевернуть, если у нас лицевые петли, а у нас посередине, между совами и изнанка. Поэтому шапку я не переворачиваю, просто вот как вязала часть. Цветную точно так же поднимаю сов. Это такой нюанс конкретно вот этого рисунка. Если у вас рисунок другой, вы вяжете совершенно по-другому, с переворотом. Это первое. И второе. Поскольку между совами у нас по одной петле, надеваю я не по протяжке на иголке, а по целой петле, для того, чтобы уменьшить расстояние. У нас и так петля дана на сшивание, можно было сшить и руками, но решили такую технологию применить, значит применяем новую технологию в новой сове. Вот целый петельный столбик с одной стороны, целый петельный столбик с другой стороны. Проверили, что одинаковые полосы остаются и провязываете два раза. Целый петельный столбик с одной стороны, целый петельный столбик с другой стороны. Смотрим, что все ровно и провязываем. Можно, еще раз говорю, это все сшить руками. Очень даже можно. Вот конкретно этот шов руками тоже сшивается. Я вам просто показываю технологию очень интересную, новую, которую мы еще не пользовались. Она вполне подойдет для очень большого количества изделий, потому что имитирует провязывание. Но это не коса, в которую все уже привыкли, все ее уже видели, а провязывание двух петель. Ну, вот таким вот образом до конца мы ее и расшиваем. Вот то, что у нас получилось. Интересного вида макушка. Похожий на цветочек. Стяжку убрали, завернули, получили повязку на голову. Интересный шов. Такие швы мы еще не применяли. Швы скрытые. В то же время они не видны, не бросаются в глаза снаружи. В то же время они достаточно легко и нетрадиционно выполняются. У нас совы, пуговицы и, что самое главное, нетрадиционный, нестандартный подход к застежкам. У нас скрытая застежка, которая является с одной стороны украшением, а с другой стороны может выполнять функцию навесных петель. То есть так эти застежки не видны, но в случае необходимости мы всегда их можем застегнуть. Как только вам стало жарко, вы снимаете шапочку, развязываете узел на макушке, растягиваете полотно, застежка остается. И стягиваете нашу шапочку, превращая ее в повязку. Застегиваете на все те же скрытые петли. И таким образом очень легко и просто из традиционной шапки мы получаем облегченный вариант. Либо наоборот. Когда вы, например, занимаетесь бегом, закончили бегать, голова начала мерзнуть, мы можем развернуть эту шапочку и получить, развернуть повязку и получить из нее полноценную шапку. Такой вот, такой трансформер, я думаю, пригодится очень многим, особенно тем, кто занимается активным отдыхом на природе. Буквально за минутку мы скрутили ролик, застегнули его на своей пуговице и надеваем. Сейчас найду где-нибудь так хорошо. Надеваем на голову и получаем вид повязки. Такая вот повязка, которая плотно облегает голову, закрывает уши и в то же время не дает перегреться нашей голове. Очень удобно и практично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!